друзья всем привет с вами компания rdm импорт и вы смотрите первые видео авторынок если вы еще на нас до сих пор не подписались рекомендуем это сделать на канале масса полезной и интересной информации о том что касается выбора и приобретения поддержанных авто в том числе и обзоры в разных форматах но если вас интересуют автомобили в наличии либо вакансии или другая информация компании все это по ссылкам которые будут в описании герои нашего сегодняшнего обзора не относится к ретро автомобилям пожалуй только по одной причине это была массовая машина крайне популярного формата полноприводный кроссовер эти автомобили продавались на нашем рынке как официально так и массово ввозились в том числе и с правым рулем из японии и в свое время подобный автомобиль привлекал сочетанием следующих качеств просторный салон полный привод классический автомат и невысокая цена относительно аналогов от конкурентов на самом деле достаточно большое количество людей ищет подобные автомобили на вторичном рынке и в настоящее время правда с поправкой на их возраст и средне взвешенное состояние подобная авантюра имеет крайне мало шансов увенчаться успехом в нашем сегодняшнем обзоре мы посмотрим с чего начиналась модель x-trail у компании nissan встречайте первое поколение кузов т-30 первое поколение nissan x-trail дебютировал в 2001 году эта машина выпускалась 6 лет до 2007 при этом в 2003 автомобиль прошел через рестайлинг официально на российском рынке эти машины продавались с бензиновыми двигателями объемом два с половиной литра 165 лошадиных сил либо двухлитровый вариант 140 лошадей также был и дизельный мотор 2 и 2 114 лошадиных сил в дорестайлинге и 136 на обновленных автомобилях коробки передач механические пяти либо шестиступенчатые для дизелей либо четырехступенчатый автомат эра вариаторов в те годы еще не настало наш сегодняшний экземпляр 2005 года выпуска это европеец 2 литра 140 лошадиных сил автомат полный привод пробег автомобиля чуть менее 170 тысяч километров габаритные размеры первого поколения nissan x-trail это 4 метра 45 сантиметров в длину метр семьдесят шесть шесть ширину и метр шестьдесят семь в высоту колесная база этого кроссовера два метра шестьдесят два сантиметра радиус разворота 5,3 метра но чисто субъективно первый x-trail не воспринимается как маневренные вертки автомобиль снаряженная масса здесь 1480 килограмм а максимально разрешенная две тонны ровно что касается толщины лакокрасочного покрытия на кузове то для заводской краски показания толщиномера для x-trail этой генерации лежат в диапазоне от 80 82 до 100 110 микрон то есть окрашен этот автомобиль довольно таки тонким слоем а вот передние крылья у этого кузова пластиковые в случае если бы компания nissan выполнила из пластика и весь остальной кузов автомобиля тоже тридцатых дожила до наших дней бы не в пример больше поскольку самая ключевая проблема этих автомобилей с поправкой на возраст это коррозия найти не тронутый ржавчиной 30 кузов большая большая удача и столь же большая редкость по сути дела здесь даже нет смысла обозначать какие-то конкретные зоны риска такие как пороги или задние арки это само собой но при покупке вернее перед покупкой подобного автомобиля в обязательном порядке произведите осмотр того что скорее всего уже осталось от задних стаканов если предыдущий владелец не успел принять на себя все время кузовного ремонта на большинстве таких автомобилей задние чашки если и не будут требовать к себе внимание немедленно то потребуют его в обозримой отложенной перспективе есть еще один момент у первого поколения x-trail про который обязательно нужно знать если вы только собрались покупать себе подобную машину и этот момент роднит его с немцем с bmw x5 первого поколения а называется он просто дверные ручки и замки мало какой владелец 30-го кузова x-trail а не пробирался в салон через багажник после того как помыл машину зимой сильные морозы а иногда и не сильные дверные замки у этих автомобилей имеют свойство очень оперативно замерзать при попадании внутрь двери влаги и к сожалению после зимних моек происходит такое очень часто кроме того нередки случаи когда ручка банально отрывалась при попытке открыть замерзшую дверь так что при осмотре подобного подержанного автомобиля особенно если дело происходит зимой не поленитесь и проверьте чтобы все двери у вас открывались изнутри и снаружи пятая дверь кстати здесь тоже имеет свойство примерзать после мойки но как показывает наш опыт еще с давних времен когда 30-е кузова массово приходили на продажу хоть что-то в этом автомобиле да должно открыться ну а теперь к осмотру багажного отделения чей каталожный объем 410 литров а при сложенных спинках заднего ряда 1840 литров вооружимся рулеткой и посмотрим как обстоят дела с линейными размерами визуально проем багажника здесь весьма широкий он практически не сужается к верхней части а его ширина посредине 106 сантиметров высота от фальшпола до крыши 82 и это много ширина багажника в наиболее узком месте как раз между задними стаканами 97 сантиметров а длина погрузочной площадки 95 механизм складывания задних сидений здесь выглядит так же как на тойоте король и филдер в 140 кузове сначала вперед опрокидывается подушка а затем в ровный пол улажаться спинки правда при этом придется вручную выдергивать все подголовники при этом вы получаете абсолютно ровную погрузочную площадку длиной 165 сантиметров но вот протолкнуть длинный груз между креслами уже будет проблематичнее поскольку этот проем занимает опрокинутая вперед спинка но если груз это позволяет то вы можете уперев его в панель перевести здесь нечто длиной до 2 метра 60 сантиметров одним из ключевых отличий этого автомобиля от многих собратьев по цеху имеется ввиду класс кроссоверов будет наличие в багажнике сугубо пластиковой отделки причем этот пластик не очень устойчив к царапинам что в целом видно даже при не совсем интенсивной эксплуатации в качестве грузового автомобиля вы неизбежно обнаружите в подобных экземплярах какие-то следы присутствие предыдущего владельца здесь кроме того обилие пластиковых нефиксированных панелей практически гарантирует вам соответствующий шумовой фон при езде по неровной дороге что касается удобств по багажнику этого автомобиля то здесь можно отметить наличие 12 вольтовой розетки на правой боковой панели есть плафон освещения с принудительным включением наверху справа и слева кармашки в правом располагается домкрат баллонник вороток а с противоположной стороны просто ниша под мелочевку также у 30 x-trail присутствуют петли чтобы крепить сетку фиксирующую груз которых здесь четыре штуки ну и наконец под фальшполом у нас располагается запасное колесо внутри которого пенопластовый вставыш куда также можно что-то складировать ну а теперь перейдем к интерьеру 30 кузова x-trail на моей памяти это один из первых кроссоверов который продемонстрировал необычное расположение приборной панели и поначалу надо отметить такое решение казалось весьма неудобным но со временем привыкли зато сама приборная панель в данном случае читаемая она представляет собой три аналоговых циферблата тахометр спидометр все с крупной оцифровкой есть указатель температуры двигателя красные стрелки оранжевая подсветка в целом все это читаемо и надо отметить поудобнее чем на многих китайских современных авто которые имеют только цифровую индикацию разбросанную по всей площади большого дисплея в отличие от следующего 2 поколения в этом x-trail вы не обнаружите нигде мягкой пластмассы вся приборная панель здесь состоит из жесткого пластика в качестве подсластителя выступают тканевые части на дверных картах своего рода подоконники странно но сам подлокотник при этом довольно таки жесткий опять же пластиковый что касается места в салоне придраться к 30 x-trail достаточно сложно при росте метра восемьдесят шесть я сижу за рулем удобно над головой остается весьма приличный запас пространства кстати это касается и автомобилей которые оборудованы панорамным люком рулевая колонка имеет регулировку по наклону она механическая и к сожалению не подпружинена поэтому когда вы снимаете стопор она падает вам в руки а весит она довольно прилично что касается диапазона регулировки водительского кресла то в данном положении она отодвинуто назад максимально и я могу практически выпрямить левую ногу в колени при этом доставая ногой до моторного щита возможно водителю выше меня ростом здесь придется поиграться еще и с регулировками высоты подушки спинки сиденья в данном случае кстати имеет ярко выраженную боковую поддержку а вот подушка практически плоская и широкая руль по сравнению с современными автомобилями непривычно большого диаметра но при этом имеет эргономичную форму подруевые переключатели располагаются на местах тянуться к ним не приходится но по части кнопочек и разного рода элементов управления здесь все предельно просто блок стеклоподъемников на водительской двери слева внизу регулировка зеркал клавиша включения выключения омывателя фар и корректор в данном случае на рулевом колесе располагается маленький блочок клавиш управления мультимедийной системой которая представляет собой шестидисковый сиди чейнджер плюс кассетную деку здесь она установлена еще родная но за систему кондиционирования в данном случае отвечает климат-контроль он автоматически но рассчитаны на одну зону причем с удобно реализованным управлением все здесь на поворотных шайбах и регулировка температуры и оборотов вентилятора и режимов обдува есть режим авто так что можно просто задать комфортную температуру и заморачиваться автомобиль доделает остальное сам довольно крупная клавиша аварийки расположена в удобном месте и шайба выбора режимов работы трансмиссии передний привод положение авто когда заднего из будет подключаться через муфту в случае необходимости и положение lock когда муфта окажется заблокирована сразу кстати распределение крутящего момента в этом режиме осуществляется в пропорции 57 процентов наперед 43 назад так что в любом случае x-trail демонстрирует повадки переднеприводного автомобиля селектор коробки передач в данном случае выглядит очень классическим здесь большая клавиша блокировки есть кнопка выключения овердрайва то есть 4 передачи из работы и есть маленькая кнопочка нажав на которую вы получаете возможность разблокировать селектор коробки передач для того чтобы переместить его при выключенном двигателе например для буксировки случае если машина оборудована подогревом сиденье его клавиши будут располагаться рядом со стояночным тормозом гораздо интереснее все становится когда доходит до обсуждения ниш бардачков и подстаканников вот этого добра в 30 кузове было на самом деле много начать с того что у водителя и переднего пассажира присутствуют подстаканники по краям приборной панели причем подстаканники эти могут как охлаждать при включенном кондиционере так и подогревать напиток который вы сюда разместите также есть крупный бардачок на передней панели перед водителем внутри которого 12 вольтовая розетка и он вполне подойдет для того чтобы разместить здесь небольшой планшет либо мобильное устройство например с включенным навигатором очень маленькая узенькая полочка у нас располагается над панелью климат-контроля и в нее войдет что-то наподобие пишущих принадлежности либо небольшого размера мобильник также есть полка внизу она уже гораздо более вместительная присутствует пепельница под центральным подлокотником также присутствует небольшой отсек куда можно что-то сложить а вот основной бардачок по nissan x3 в 30 кузове довольно маленький по объему и даже документы формата а4 здесь придется складывать вдвое также над ним есть дополнительный отсек но это по сути только полочка и в некоторых ситуациях по всей видимости здесь мог располагаться дополнительный внешний чейнджер но у данного экземпляра просто маленькая полка формата 1 дин никаких дополнительных футляров для очков или чего-то подобного в этих автомобилях не было ну а вот что касается обзорности то это тот параметр когда более возрастные машины практически гарантированно выигрывают у своих более современных собрать капоту первого поколения x-trail а полностью видимо это касается и боковых краев и переднего края он практически полностью плоский линия остекления низкая что с поправкой на высокую вертикальную посадку дает прекрасный обзор по сторонам даже передние стойки здесь нельзя назвать сверх широкими по современным меркам но боковые зеркала при том что имеют достаточную площадь сами по себе еще и обладают боковой зоной с преломлением которая позволяет практически выключить мертвые зоны ну а теперь давайте посмотрим как обстоят дела на заднем ряду что касается задних пассажиров первое что отмечаешь попадая сюда это непривычно мягкое сидение здесь она действительно очень напоминает домашний диван и выгодно отличается от более жестких кресел в современных машинах но при этом небольшая колесная база в 262 свое дело делает и при росте метр восемьдесят шесть садясь сам за собой я упираюсь коленями в спинку переднего сидения верхняя его часть при этом мягкая коленям не дискомфортно а вот голень упирается непосредственно в основание сидения и этот контакт приносит мало удовольствия зато есть куда девать ступни пространство под передними креслами достаточно что касается опоры под локтем на дверной карте у задних пассажиров есть узенький подлокотник центральной части сидения также есть второй подлокотник и он здесь мягкий весьма кстати удобный за ним полочки куда можно сложить какую-то мелочевку ну либо можно использовать эту секцию для того чтобы образовать люк в багажник одной из фишек x-trail в 30 кузове будет и возможность выставить один из пяти фиксированных углов наклона спинки от максимально вертикального когда кстати пространство над головой еще более чем достаточно до очень сильно наклоненного назад и в таком положении ехать уже становится гораздо комфортнее особенно если открыть центральную секцию ну и последняя интересная фишка для задних пассажиров будет наличие здесь выдвижных подстаканников которые открываются из центрального бокса что касается силовых агрегатов у x-trail в первом поколении на российском рынке официально эти машины продавались в основном с бензиновыми двигателями дизельный мотор объемом 2 и 2 встречаются крайне не часто поэтому оставим его за скобками бензиновые агрегаты представлены здесь двумя вариантами 2 литра и два с половиной 140 и 165 лошадиных сил соответственно и эти моторы относятся к одной и той же серии коэр по конструктиву это алюминиевые рядные четверки здесь два верхних распредвала уже стоят фазовращатели на впускном распредвалу самый обычный распределенный впрыск топлива без каких-либо дополнительных конструктивных заморочек система зажигания получила здесь четыре индивидуальные катушки а гидрокомпенсаторов производитель не предусмотрел поэтому при необходимости зазоры клапанов регулировать придется что называется вручную вообще по современным меркам qr серия в целом это неплохой надежный мотор но всегда нужно делать поправку на возраст и средние пробеги таких автомобилей неудачными эти двигатели можно было назвать до 2004 года это основная доля проблем была связана скорее не с самим мотором а с неудачной программой управления на холодном запуске был шанс сильного перелива который приводил в итоге к попаданию не сгоревшего топлива в катализатор и его последующему разрушению что в свою очередь уже приводило к повреждению зеркала цилиндров на тех двигателях которые подобной участи избежали основная проблема с которой сталкиваются владельцы к большим пробегом это появление расхода масла на угар возможно если взять такой двигатель с нуля и менять на нем масло с 78 тысяч километров пробега также использовать качественные горюче смазочные материалы то проблема это если и наступит то уже на больших пробегах под 250 плюс однако на практике большинство x-trail с такими двигателями начинали подъедать масло уже на пробегах около 150 тысяч зато ресурс цепи грм здесь весьма немаленький до 200 она как правило ходит а о необходимости ее замены вы узнаете по появившимся не характерным звуком особенно при запуске на холодную встречается на qr-серии и проблема с пробоем прокладки под головкой блока да и термостаты могли бы быть более живучими в остальном что касается надежности qr-серия двигатель как двигатель подобные агрегаты при нормальном уходе отрабатывают более 300 тысяч километров пробега ключевая проблема в том что большинство тридцатых кузовов эти цифры уже давным-давно разменяли что касается коробок передач механические кпп которые ставились на бензиновые моторы которые имеют индекс rs5 f51 а отличаются завидной надежностью вопросов с ними как правило не бывает максимум что им грозит это растяжение тросов механизма выбора передач к большим пробегом что касается автоматов то на этих машинах ставилась только классическая гидромеханическая кпп в двух вариантах r e4 f04 а и r e4 f04 b для двигателей с объемом два с половиной литра эти трансмиссии в целом довольно надежно если не подвергать их ударным нагрузкам и менять вовремя рабочую жидкость что далеко не все владельцы подобных автомобилей свое время делали бывали случаи когда такие трансмиссии приезжали в ремонт на пробегах около 200 тысяч плюс для замены соленоидов гидроблока однако если такую коробку обслуживать то и проработает она также как и двигатель около 300 тысяч километров что касается муфта подключения полного привода то по этой части каких-то систематических проблем автомобиль не имеет все работает исправно и долгие годы ну а теперь про дорожный просвет каталожное значение для данной модели 200 миллиметров вооружение рулетки проверим соответствует ли истине и самая низкая точка в данном случае у нас обнаружится под защитой моторного отсека расстояние от асфальта 19 сантиметров и это самая низкая точка бампер находится очень сильно выше поэтому к любому поребрику на этой машине вы можете подъезжать абсолютно смело расстояние до отбортовки под домкратника за передним колесом 29 сантиметров задняя часть порогов те же 29 а нижний край заднего бампера находится на отметке 36 сантиметров от асфальта правда подъезжая к препятствию задним ходом нужно иметь ввиду что ниже этой отметки висит банка глушителя подвешенная поперек и вот ей вполне реально зацепиться на бездорожье особенно в целом же по меркам кроссоверов клиренс x-trail первого поколения не вызывает нареканий что касается ходовой части передняя подвеска у этой машины выполнена по схеме макферсон все плюс-минус традиционно стабилизатор поперечной устойчивости очень короткими стоечками располагается сверху на подрамнике рядом с рулевой рейкой но ввиду того что крепление стабилизатора находится по краям доступ к ним в целом имеется и для замены втулок подрамник можно не демонтировать рулевая рейка у 30 x-trail а самая обычная гидравлическая соответственно при осмотре подобного автомобиля внимание не только на люфты но и на отсутствие течи как по магистралям подачи рабочей жидкости в рейку так и по сальникам рейки и по самому насосу бур что касается ресурсов компонентов передней подвески то самыми хлипкими здесь стоит признать как раз втулки стабилизатора на новых машинах иной раз они не выхаживали 40 тысяч километров пробега ресурс шаровых опор это практически всегда более 100 тысяч километров если речь шла об оригинальных деталях однако шанс что на x-trail в таком кузове вы еще обнаружите хоть где-то в подвеске оригинал ничтожно малы соответственно при осмотре подобного экземпляра в виде лучше отдельно и внимательно продиагностировать ходовку полностью в задней части автомобиля мы видим топливный бак бак здесь пластиковый объем 60 литров что касается задней подвески то здесь используется также макферсон то есть амортизатор и пружина представляют собой единую стойку по конструкции это многорычажная схема два поперечных и один продольный рычаг соответственно на состояние резинок обращать внимание в любом случае стоит по сравнению со вторым поколением nissan x-trail в 31 кузове задняя подвеска 30 выглядит словно игрушечное сечение рычагов здесь очень небольшое самое интересное что при всем при этом она не отличаются какой-то повышенной хлипкостью при условии эксплуатации автомобиля по асфальтированным дорогам нормального качества такой получился у нас сегодня обзор на nissan x-trail в кузове т-30 если у вас был или есть подобный автомобиль на котором вы проехали в свое время не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить пропишите все это в комментарии также не забывайте писать какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем и кстати если у нас будет такая возможность мы постараемся в ближайшее время выпустить сравнительный обзор первого и второго поколения x-trail а что называется бампер к бамперу если же сегодняшний видео обзор оказался вам полезен и понравился то не забывайте подписываться на канал и ставить лайки спасибо что смотрите нас до новых встреч на канале всего доброго пока